Дорогие друзья, братья и сестры, продолжаем богослужение. Время для приветов. Пожалуйста, приветы с зала у кого есть. Спасибо большое. Наша сестричка из Киргизии, Страмаша, передает привет. Самый большой привет передавали все из Ростова, потому что едино, поэтому большой привет складывается. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас в Ростове-на-Дону хорошая большая группа. Привет от моей семьи, от Катерины, от детей. Спасибо, Леша, спасибо. Будет в свободе, и Бог свободен. Спасибо. От Верия Пьенка, в кей нашей сестре большой привет. Она не звонила. Нет, не звонила. Сегодня не звонила. В общем, муж у нее заболел очень тяжелой болезнью. Его повезли в Ростов. Здесь ничего не могли делать. Вот мы так перевели. Вначале мы сказали, что здесь детальки, но потом сняли. У нас сестра Вера просит молиться за ее мужа. Ну да, скажу вам, что Господь его воспитывает, потому что он страшно противится истине и мучает сестру нашу постоянно. Она его сколько раз просила, чтобы он поостерегся в высказывание в адрес Господа, но, видать, он не понял, и Господь его решил другим образом учить. Это не значит, что мы не должны молиться за таких людей, но это научение Господне. Это научение Господне. Новгород, Бугульма, Татарстан, Набережные Челны. Спасибо. Новочеркасск. Катьяна передает. Спасибо большое. Новочеркасск передает нам привет. Из зала есть еще привет? Если нет, тогда не озвучите приветы, что через интернет нам прислали. Вот наша сестричка Анна Калашникова из Одессы говорит, передаю привет и, если можно, четверостишее приветствие для вашей общины от меня. Мне нравятся красивые сердца, от них исходит много света, купаешься в любви и нет конца, и сам переполняешься при этом. Большой сердечный привет из Одессы, Анна Калашникова. Спасибо большое. Нина Шкуропат из Кривого Рога передает привет. Ирина Пожарицкая, Витебск, Беларусь. Огромный вам привет, сердечный привет из Италии, от Лидии Валентины. Я просто, почему по-разному зачитываю, я копирую, как люди шлют, и поэтому это слова тех, кто шлет привет. Вадим, брат из Алматы, из Казахстана, передает привет. Светлана из Молдовы. Валерий Ваденчар из Молодечна, Беларусь. Эдуард и Клара Биль из Германии. Валдис и братья и сестры, привет из Латвии. И община Кулдига передает нам привет. Рифи и его семья из Сочи передают привет. И молятся Господу, хотят к нам приехать в гости и принять крещение во имя Иисуса Христа. Мистера Маша, что у нас была из Волгограда, передает привет. Также, что у нас Андрей и Татьяна из Беларуси были, тоже передают привет. Удомля, Балагоя, Солнечногорск, Вышний Волочок, братья и сестры передают привет. Сразу скажу вам, что мы так запланировали, скорее всего, на 5 августа сделаем вечерю Господню, чтобы было удобно всем, кто съезжается отовсюду. У нас как раз будут гости из Германии и хотят подъехать, возможно, из Казахстана, подъедут из Удомля, Балагоя, Солнечного Волочка, съедутся братья и сестры, хотят принять у нас вечерю. Поэтому мы будем ориентироваться на 5 августа, вечеря Господняя. Также для тех, кто смотрит нас по интернету, если вы желаете приехать к нам на вечерю, милости просим, на 5 августа. Также привет у нас от Ольги Назаренко и ее семьи из Казахстана. Марушак Галина, ее семья из Казахстана, передают привет. Нас приглашают в Казахстан, у нас там очень много братьев и сестров, которые верят в единого Бога. Братья и сестры из Витебска, из Беларуси, передают привет. Валентина и Лидия передают нам привет из Италии, две сестры. Светлана Белова из Питера и от всех питерских передают привет. Юлия и Алена передают привет нам из Японии. И также, ну они сами из России, живут просто в Японии, также молят Бога и просят, чтобы Он позволил им приехать тоже к нам в гости. Хотя также приехать к нам в гости. Жанна передает привет из Украины. Дмитрий и Татьяна, их дети из Волгограда. Это семья, которую недавно мы связались с ними. Очень рады, что мы имеем общение с этой семьей. Они также будут планировать приехать к нам в гости. Это Волгоград. Дмитрий, Татьяна и их дети. Группа верующих шлет горячий привет из Белореченска, Краснодарский край, который также планирует приехать и на вечерю, и так в гости в нашу общину. Татьяна Агейкина и группа передает из города Серафимович привет. Кисловодская община передает привет. Группа из Павлодара, Украина передает привет. Валентина и Эльвира из Германии передают привет. Братья и сестры из Ёшкар-Алы, еще раз из Татарстана. Семья Седовых из Монголии передает привет. Леонид Крикун из Красноярска, Стралена из Донецкой области. Наталья Гончарова из поселка Марьино. Валентина Задорожная из города Карачаев. Василий Богуш и его община, его семья из Кривого Рога передают нам привет. Алена Тютрина, Краснодарский край. Людмила Хаджинова, Ханты-Мансийский автономный округ. Галина Коршунова, Казахстан. И Нина Головченко, это тоже из Ханты-Мансийского автономного округа. Вы помните, мы просили, молились Господу за Беллу, двухлетнюю девочку. Написала, что стало легче, она стала спать уже получше и днем ей лучше. Ну, в общем, мы будем продолжать, естественно, молиться за эту девочку. Но она говорит, слава Богу, становится легче, становится лучше. То есть болезнь отступает. Ну, что можно сказать, слава Богу. Это ж не мы, это Господь. Если Он в милости своей так поступает, мы только говорим Аминь. Поблагодарим за приветы. Сердечно благодарим. Передавайте приветы от нашей общины. Прославим Господа пением салмы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другого Духовного человека Чтобы Ты сформировал его По подобию Сына Твоего Чтобы Ты, Господи, посредством Великого Чуда, известного только Тебе Родил нас выше, преобразовал нас Сделал нас детьми своими Чтобы мы укорененные, утвержденные В истине могли понимать Со всеми святыми, что и широта, долгота Высота и глубина любви Твоей Великой любви, явленной нам во Христе Иисусе Помоги, Господи, нам исследовать Эту важную тему о пророке Илье последнего времени, потому что от правильного понимания этой истины будет зависеть, на том ли мы пути стоим, то ли истину мы возвещаем, там ли мы находимся, где должны находиться, и придет ли для нас Христос как желанный, или же придет Он как тать, придет неожиданно, не только в смысле времени, но и в смысле того, что Он может сказать некоторым из нас, если мы неправильно понимаем истину Божью, что Он никогда не знал нас, чтобы мы отошли от Него, делающие беззаконие. Помоги, Господи, нам серьезностью отнести своему спасению. Во имя Христа мы просим молитва наша. Аминь. Я попрошу вас быть сегодня особо внимательными, потому что, если все то, что мы до этого исследовали, это была история, то сегодня мы будем находиться в настоящем, в настоящем и заглянем в будущее. Мы будем говорить об Илье Пророке в наши последние дни. Итак, уже четыре субботы подряд мы с вами говорим о жизни и о служении пророка Ильи, а также о том пророчестве, в котором упоминается пророк Илья. И в прошлой теме мы с вами рассмотрели это пророчество, это последнее пророчество Ветхого Завета, из книги пророка Малахии, в котором Бог обещал послать на землю перед наступлением дня Господнего Илью Пророком. Давайте вспомним это пророчество. Малахия, 4 глава, 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением дня Господня Великого и Страшного, и Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Малахия, 4 глава, 5-6 стих. Мы с вами узнали, что это пророчество Божье, оно имеет двойное исполнение. Первый раз оно исполнилось в жизни и служении Иоанна Крестителя, при первом пришествии Христа, которого Христос, сам Христос, Сын Божий, назвал Ильей, пришедшим на землю. И это не потому, что мы с вами говорили, что Илья, Иоанн Креститель был буквальным Ильей. Совсем нет. А потому, что жизнь и служение, и дух, с которым совершал служение Иоанн Креститель, это был дух Ильи, это было служение Ильи. Давайте вспомним эти тексты. Матфея, 11 глава, с 11 по 15 стих. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но и меньше в Царстве Небесном больше его. И если хотите принять, он и есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, дослышит». И также текст из Луки, 1 глава, где ангел говорил Захарии, отцу Иоанна, о том, что сын его придет и будет служить в духе Ильи. Ангел сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебя сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним, пред Христом, в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленным». Цитируется ангелом пророчества Ветхого Завета из Малахии и применяется по отношению к Иоанну Крестителю, к его рождению. Но мы знаем с вами, что религиозная верхушка Ветхозаветного Израиля во времена первого пришествия Христа не приняла служение Иоанна Крестителя, как исполнение Божьего пророчества, данного Богом через Малахию о приходе на землю Ильи. И как следствие, не приняв того, кто пришел в духе и силе Ильи, как предтеча, они не приняли того, о ком он говорил. То есть они не приняли Христа. Потому что существует тесная связь между тем, кто идет впереди, и готовит путь тому, кто идет за ним. Не приняв Вестника пред лицом Господа, они не приняли самого Господа и Спасителя Иисуса Христа. Деяния апостолов 13 глава, апостол Павел в 27 по 29 стихи, как раз это и раскрывает эту трагедию непринятия Израилем Мессии, непринятием Сына Божия. «Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его Христа и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить Его и исполнили все написанное о нем». Вот что произошло в результате отвержения Иоанна Крестителя. Как следствие отвержения и того, о ком Он говорил. Итак, они отвергли Мессию, как следствие они отвергли Иоанна Крестителя. Очень важно понимать для нашего последнего времени, что если сегодня верующий не знает, кто такой Илья, отвергают Его, не принимают Его, то как следствие они отвергают и самого Господа Иисуса Христа. И для них Христос придет как тать. Не в смысле времени, хотя я скажу, что и это будет иметь место, а в смысле то, что они будут говорить, «Господи, мы от Твоего имени делали то-то и то-то», а Он им скажет, «Я никогда вас не знал. Отойдите от Меня делающие беззаконие». Служение Иоанна Крестителя заключалось в том, чтобы указать на Христа, как на посланного от Бога Спасителя мира, как на Агонца Божьего. И вот заметьте, что те, которые вняли Иоанну Крестителю, они пошли к Иисусу, и Иисус сказал им, кто есть Иоанн Креститель. Сказал, что Он есть Илья. Если хотите принять, Он и есть тот Илья. А те, которые не доверяли Иоанну Крестителю, не пошли креститься от Него, считали, что Он не от Господа, то они и Христа не приняли и не могли, соответственно, принять информацию о том, что Он является Иоанн Креститель, для исполнения пророчества Малахия, что Илья придет на нашу землю. То есть очень опасно нам с вами, конечно, сегодня пренебрегать истинной Божией и полагаться на свой разум, вместо того, чтобы полагаться на Слово Божье. Давайте три вывода вспомним, что мы сделали в прошлый раз с вами, когда говорили об Иоанне Крестителя. Очень опасно давать неверное толкование библейским пророчествам. Это закончится для верующих той же катастрофой, что и для Израиля, который ждал Христа, но когда Он пришел, Его собственноручно они и распяли. Второй вывод мы с вами сделали. Благодаря Христу мы получаем верное понимание библейских пророчеств. То есть Христос сказал, Он и есть Илья, к которому должны прийти. Иными словами, если верующий хочет верно понимать библейские пророчества, ему как воздух необходимо иметь тесную связь со Христом. Без Христа он не поймет Слово Божье. У нас есть Слово воплощенное и Слово написанное. И одно помогает понять другое. Поэтому без тесной связи со Христом бесполезно. Человек будет читать, но видеть совершенно не то, о чем говорит Священное Писание в Слове Божьем. И третий вывод. Согласно Библии, дух Ильи следует во времени. То есть речь идет не о спиритизме, конечно, и вере в небиблейское учение о бессмертии души. Речь идет о том, что Бог воздвиг и продолжает воздвигать вестников, своих вестников, которые будут совершать служение подобно тому, какое совершал Илья в свое время, Иоанн Креститель в свое время, и в это последнее время также будет совершаться аналогичное служение в силе и духе Ильи. И наглядным примером вышесказанным является служение Иоанна Крестителя при первом пришествии Христа на нашу землю. Итак, будьте внимательны, потому что сегодняшняя наша тема откроет нам служение посланников Божьих в силе и духе Ильи в это последнее время, накануне второго пришествия Христа. Вы не ослышались, я сказал не посланника Божьего, а посланников Божьих. Вы скажете, как же так? Вот мне уже задали в интернете вопрос, а не кажется ли, что и в конце времени будет один человек, подобно как Иоанн Креститель был один, Илья был один, который будет представлять служение в силе и духе Ильи? Давайте ответим на этот вопрос. Почему Илья совершал служение один, Иоанн Креститель совершал служение один, а вот наши последние дни ни один вестник будет трудиться в силе и духе Ильи? Здесь не так все сложно. Давайте с вами посмотрим на контекст происходящего. И Илья, Иоанн Креститель совершали служение для одного народа, для Израиля. А когда же мы говорим о служении вестников Божьих в последнее время, то они будут совершать служение для всех народов, для всего мира. Масштаб работы совершенно другой. Давайте посмотрим на два текста Священного Писания, которые как раз связаны с вестью последнего времени. Откровение 14 глава 6 стих и Откровение 18 глава 1 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, вестника, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать всякому племени, всем живущим на земле, и колену всякому языку и народу». Масштаб совершенно другой вести. И Откровение 18 глава 1 стих. «После сего увидел я иного ангела, мы будем сегодня об этом говорить, сходящего с неба, имеющего власть великую, и земля, вся земля осветилась от славы Его». Вы видите масштаб какой деятельности? Вся земля. А они трудились только в Израиле. Поэтому при таком масштабе служение вестников, трудящихся в силе и духе Ильи должно быть не один. Их должно быть много. И более того, у нас есть еще тому подтверждение. Сам Христос, посылая вестников в мир, сначала своих апостолов, а потом сказал, что и после апостолов, кто будет трудиться, Он показал, например, тому, что наступило время перейти от одиночного возвещения истины. Вот когда Бог одного воздвигал, пророка, Он шел и обличал, и говорил. Перешло время перейти к возвещению истины коллективно. Коллективом. Посмотрите, как Он об этом сказал в Евангелии от Марка, 16 глава, 15 стих. «И сказал им, не одному, им, своим ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Он не одного послал, Он послал коллектив для того, чтобы возвещать Евангелие. Давайте внимательно рассмотрим служение Ильи, служение Иоанна в силе духа Ильи, для того, чтобы нам увидеть духовным зрением. Здесь очень важно понять, что речь идет о духовном зрении, духовных ушах, имеющие уши дослышат. «Кто сегодня является вестником от Бога, призванный Богом совершать служение, приготовление мира ко второму пришествию Христа в силе и духе Ильи?» То есть, иными словами, мы должны с вами найти Илью в наши дни. Кто этот Илья в наши дни? Вспомним с вами все то, что было связано со служением Ильи. Мы уже это говорили, просто освежим, чтобы сейчас как раз наложить на сегодняшнюю тему эту истину. Дух Ильи – это дух доверия Богу. Это осознание того, что Бог всегда рядом, и что Он тебя послал совершать то служение, которое ты совершаешь. Так было и в жизни самого Ильи, так было и в жизни Иоанна Крестителя, который готовил путь к Христу в силе и духе Ильи при первом его пришествии. Посмотрите на эти два текста. Третье царство, 18.1, и Луки, 3 глава, 2 стих. «По прошествии многих дней было слово Господня к Илье. Был глагол Божий к Иану, сыну Захарии, в пустыне». Вы видите, что происходит? Доверие Богу. Бог призывает, и Бог посылает совершать это служение. Дух Ильи – это голос сурового обличения. Мы сейчас вернемся ко всем этим пунктам, когда будем говорить о белье последнего времени. Дух Ильи – это голос сурового обличения, причем особенно обличения отступившего руководства Божьего. Заметьте, что Илья с Ахавом, он обличал его. Ты смущаешь Израиля. Народу говорит, долго ли хромать на оба колена, а больше обличал народ. Иоанн Креститель говорит, народу покайтесь, а руководству по рождению хидны. Вы видите, что больше все-таки руководства обличали вестники Божьи. Итак, это дух сурового обличения. Читаем два текста. Третье царство, 18 глава, 17-18 стих. И также Матфея, 14 глава, 3-4 стих. И Матфея, 3 глава, 7-8 стих. И сказал Илья Ахаву, царю-отступнику, не я, смущая Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне, идете вслед Ваалам. А теперь смотрим на Иоанна Крестителя, его служение. И Баир, отзяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил, ему не должно тебе иметь ее. За это пострадал, за обличение руководства. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «По рождение и хидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния». Видите, дух Ильи, как он, во времени, в жизни Иоанна Крестителя. Дух Ильи, он проявляет себя в призывах и к народу о покаянии, и к обращении живому Богу. Это дух Ильи. Третья книга Царства, 18-21, и Матфея 3 глава, 1-2 стих. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал Ему народ ни слова. Теперь Иоанн Креститель. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дух Ильи, он также проявляет себя в отчуждении вестника от людных мест. То есть, в одиночестве пребывает вестник, и он пребывает в нем, потому что он общается с Богом, и у него простая жизнь. Заметьте, прообраз простой жизни, простота в одежде, простота в еде. Что у Ильи, что у Иоанна Крестителя. То есть, и Илья, и Иоанн жили в пустыне, в одиночестве, общаясь с Богом, и ходили в скромной одежде, ели скромную пищу. В библейском понимании, мы уже говорили с вами, дух – это образ мысли, это влияние и действие личности, но это не сама личность. Мы уже говорили, если вы считаете, что это сама личность, тогда вам нужно в спиритизм поверить, что Иоанн Креститель в духе Ильи совершает служение. Вот почему об Иоанне Крестителя сказано, что он в духе Ильи, потому что его деяния, его служения были в духе своем подобны служению и деяниям Ильи Пророка. Значит, и тот, кого Бог посылает в это последнее время совершать служение в наши дни, в последнее время совершает служение накануне второго пришествия в духе силы Ильи, должен на кого быть похожим? В действиях, в служении, в образе мысли. Должен быть похож на Илью и на Иоанна Крестителя. Нетрудно понять. Они должны быть с ним одного духа. Одного духа. Об Иоанне Крестителе сказано, как об ангеле, то есть как о вестнике пред лицом Христа. Это очень важный момент. Я посылаю ангела пред лицом твоим приготовить путь тебе. Если вы заметите, в книге Откровения есть ангелы, которые летят прежде пришествия Христа, перед пришествием Христа, пред лицом твоим. Давайте вспомним, что это за весть. Трехангельская весть. Это из книги Откровения. Трехангельская весть, за которой сразу же следует второе пришествие Иисуса Христа. Прочитаем с вами Трехангельскую весть. Откровение 14 глава 6 по 14 стих, чтобы понять, что за весть последнего времени пред лицом Господа. И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, всякому племени, колену, языку, народу. То есть масштаб большой. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Вам это весь не напоминает служение Ильи? Вы помните, что Илья сказал? Долго ли вам хромать на оба колена? Господь есть Бог. Значит Ему тогда последуйте. Воздайте Ему славу. Ибо наступил час Судаева. Поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источники вод. Другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свою или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. И будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами предагонцем. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, веру в Иисуса. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, в руке его острый серп. Что мы видим? Ангелы, вестники, пред лицом Господа, это трехангельская весть. Так как трехангельскую весть понесли верующие в 19 столетии, которые ожидали второе пришествие Христа, их прозвали адвентисты, то может быть адвентистская церковь является тем, кого Бог посылает как вестника пред лицом Христа в силе и духе Ильи. Может адвентистская церковь и является тем Ильейой, о котором говорит пророчество последнего времени. И в данном случае ответ такой, и да, и нет. И да, и нет. И в этих словах совершенно нет лукавства. Нам нужно сейчас провести детальное исследование Библии и трудов вестницы Божьей, для того, чтобы увидеть, почему и да, и почему и нет. Действительно, адвентистское движение в 19 веке было вызвано Богом для провозглашения трехангельской вести. Подобно тому, как в свое время израильский народ, в ветхозаветнее время, был призван самим Богом стать каким народом? Особенным, святым, народом-примером для окружающих народов. Но, увы, со всем народом это получилось или нет? Был призван народ, но исполнил ли весь народ замысел Божий? Нет. Ничего подобного не получилось. В большинстве своем, вместе с руководством, народ Божий отступил от истины. Давайте посмотрим на эти примеры. Илия израильтянин? Ахаб. Ну и тот, и тот израильтянин. Цель какая была Божия? Чтобы весь народ, но мы видим, что один служит одному Богу, а другой служит совершенно другому Богу. И они находятся в противостоянии друг с другом. Ахаб – это народ Божий. А скажите, а народ, который поклонялся Ваалу, подобно Ахабу в одни Илии, это тоже израильтяне или нет? Это тоже израильтяне. И что мы видим? Оказывается, в самом народе мы видим что? Разделение. Нет у того единства, потому что совершенно разное служение. Вы понимаете, о чем Библия хочет нам сказать? Она хочет нам сказать, то есть не все израильтяне в одни Илии служили живому Богу. Большинство из них находилось в отступлении. И хотя у Бога было желание сделать этот народ святым весь, чтобы он был народным примером, но у людей есть выбор. И они сделали свой выбор. И потому в данном случае мы видим, что Бог только через верный ему остаток, в данном случае это Илья, совершал свое дело, осуществлял свою волю. О чем говорит нам параллелизм и библейская аналогия? Давайте сейчас пойдем ближе к нам. Ныне далеко не вся церковь верна Господу. Верна Его принципам. Большинство членов во главе с руководством живут не по Слову Божьему, хотя бы в соответствии с тем светом, что уже открыт. Далеко не так. А посему нетрудно понять, что Бог будет совершать свою работу не через всю, не через весь народ, как это было. Его желание в ветхозаветное время, но по причине отступления это было невозможно. И также и в новозаветное время, в последнее время Бог будет совершать свою работу через верный ему остаток. И к такому выводу нас приводит и служение Иоанна Крестителя, который пришел в соответствии с пророчествами Божьими о приходе Ильи, которые исполнились первично в его жизни. Иоанн Креститель – израильтянин, да, а священники – фарисеи, распявшие Христа. Видите, что происходит? То есть тоже израильтяне. Вы понимаете, что речь идет о том, что Илья – это часть народа Божия, верная часть народа Божьего во дне отступления. Но также есть и неверная часть, и причем всегда неверная часть больше, нежели верная, потому верная называется остаток. Остаток, прочее. Иоанн Креститель – также верная Богу часть во дне отступления, и его остаток. Про эту верную Богу часть сам Бог сказал Илье, когда Илье казалось, что он вообще один остался. Вы помните этот текст, 3 царь, с 19 глава, с 14 по 18. Илья сказал, «Возревновал я Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой». Заметьте, отступили от завета. Как же можно считать в этот момент, что Бог через них работает? Они завет оставили. «Разрушили жертвенники твои». То есть им не нужна жертва Мессии. Они Мессию не принимают, он им не нужен. «Пророков твоих убили, им не нужна весть от Бога. Откровение от Бога им не нужно. Они живут своей жизнью. Убили мечом, остался я один. Но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь, «Впрочем, я оставил между израильтянами 7 тысяч мужей. Всех их колени не преклонились перед Ваалами. Всех их уста не лобызали его». Вы помните, когда Давид делал перепись? Сколько было в Северном Царстве воинов, которые могли держать оружие? Помните? Если я не ошибаюсь, что-то, по-моему, в районе 800 с лишним тысяч. 400 или 500 иудеев было, а их 800. Ну, не суть, как важно. Но заметьте, что только воинов было приблизительно к 1 миллиону. А у них еще были не воины, старики, дети, женщины. И так далее. То есть, я думаю, там несколько, конечно, миллионов, 4-5 было этого народа. Ребята, из 4-5 миллионов народа, 700 человек, которые не преклонили... 7 тысяч, прошу прощения, не преклонили колено перед Ваалом. Это как вы видите? Из 4 миллионов 7 тысяч. Это ничего практически. Это очень-очень малый остаток. И вот благодаря библейской аналогии параллелизму, она истинно относительно настоящего и будущего становится ясно, как день. Нетрудно понять, заглядывая в прошлое, увидеть будущее. Вы помните этот принцип? Христос говорит, хотите узнать, что будет в будущем? Вспомните, что было во дни перед потопом. Хотите узнать будущее? Вспомните Содом и Гоморру. То есть, смотрите назад, это поможет вам далеко посмотреть вперед. И мы то же самое сейчас сделаем. Смотрим назад, в служение Ильи, в какое время он трудился, в каком народе он трудился. Иоанн Креститель в какое время жил, в каком народе он трудился. И нам станет понятным, а в какое время будет трудиться Илья последнего времени. Что будет происходить вокруг нас, вокруг Ильи. В самом народе Божьем, который в большинстве своем во главе с руководством отступит от истины, будет верный Богу остаток. Ничего не изменится. Налогия все та же сохраняется. И вот именно этот остаток и будет что делать? Трудиться во славу Божию в силе и духе Ильи. Именно остаток будет назван Ильей последнего времени, а не некая целая организация. Так как Илья и Иоанн Креститель были верными Богу остаткам и трудились в дни массового отступления от народа Божьего и от истины Божьей, то нетрудно понять, что все повторится и в наши дни. Почему же мы уверены, что в народе Божьем будет отступление накануне второго пришествия Христа? Как такое возможно? В народе Божьем отступление в конце времени? Ведь сегодня нам говорят, что народ Божий просто впал в ладыкийское состояние, но никак не в отступление. Это просто равнодушие, холодность какая-то. Но как это можно назвать, допустим, отступлением? Давайте посмотрим, так ли это или не так. Будет отступление или нет. Во-первых, об отступлении говорится в библейской аналогии параллелизма, в типологии. То есть мы видим с вами, для чего Илья был вызван для служения. Потому что народ что сделал? Отступил. Почему Иоанн Креститель был вызван для служения? Потому что народ отступил. Почему нужен Илья в последнее время? Потому что он будет отступление. Это типология и параллелизм библейский. И от него никуда не делишься. Илья трудился в дни сильнейшего отступления народа Божьего от Бога. Иоанн Креститель, хотя и жил во время, когда не было ваалов, но Христос сказал о руководителях этого народа, ваш отец дьявол. Вы понимаете? Так было отступление или не было отступление? Конечно же было отступление. То есть оно было в другой форме совершенно, но однозначно было отступление. И в наши последние дни, накануне скорого второго пришествия Христа, Бог пошлет своих вестников, верный ему остаток, трудиться в силе и духе Ильи. Поэтому из-за отступления и нужно вызвать остаток для совершения этого служения в последнее время. И более того, во-вторых, о массовом отступлении в народе Божьем в последние дни ясно говорит Вестница Божья. Ясно говорит Вестница Божья. Специальные свидетельства. Номер 7, страница 57. Будьте внимательны. Нет сомнений. Нет никаких сомнений. Что скоро это осуществится. Великое отступление, которое развивается и усиливается, и все более расширяется, и будет продолжаться, пока Господь не сойдет с неба с возгласом. Вы понимаете, о чем говорит Вестница Божья? Великое. И оно будет что делать? Прогрессировать, расширяться, усиляться. И заметьте, что оно не закончится, и ему положит конец этому отступлению только второе пришествие Христа. И далее она продолжает. И смотрите, говоря об отступлении, к чему она выходит? Это отступление просто холодность? Или же здесь идет все-таки вопрос доктринальный? Будьте очень внимательны. Мы должны твердо держаться первоначальных принципов нашего вероисповедания, идти вперед по пути утверждения истины. Говоря об отступлении, она почему-то упоминает первоначальные столпы. Значит, отступление чего будет касаться? Тут нетрудно понять. Отступление от истины, а не просто равнодушием и холодностью. Причем Вестница Божья также указала на то, что отступление будет носить не только нравственный характер, то есть поведение, внешний вид, как это пытаются сегодня представить некоторые братья, но доктринальный. И именно об этом мы с вами сейчас застрим на это внимание. В народе Божьем произойдет отступление от столпов истинного библейского учения и вовлечения народа в спиритизм. Вот об этом трубить надо сегодня, что народ Божий идет в лапы спиритизма, оставив доктрины, которые были известны пионерам нашего движения. Я прочитаю вам три выдержки из трудов Вестницы Божьей. Будьте внимательны, и вы увидите, как они связаны между собой, логическую цепочку, и вы увидите картину, о чем она говорит в конце времени, что это за отступление. Это просто поведение? Это просто одежда? Это просто равнодушие и холодность? Или здесь вопрос идет доктрины? Не обманывайтесь, ибо многие отойдут от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Учение – это доктрина. Сегодня перед нами альфа этой опасности. Это было в ее время, в одни Калага. Отступление Омега будет иметь что ни на есть потрясающий характер. Мы только что прочитали, что с отступлением будет происходить. Оно будет шириться. И она говорит о том, что это будут учения бесовские. И уже в ее дни она видела альфа, ереси вот этой отступления. Теперь смотри, еще одна выдержка. Это специальные свидетельства серии Б. Второе свидетельство, страница 16. А теперь там же 53-я страница. В книге «Живой храм» представлена альфа смертельных ересей. Это учение или нет? Учение. Альфа смертельных ересей. За этим последует Омега, которую примут те, кто не желает обращать внимание на предупреждение, данное Богом. И третья выдержка, опубликованная в рукописи, том 4, страница 248. Те, кто питает свой разум внешне возвышенными, но по сути спиритуалистическими теориями, представленные в книге «Живой храм», подвергают себя опасности. Спиритуалистические теории, спиритизм. То есть, картина, она очень нетрудная, ее понять, о чем она говорит. Она говорит, что в ее дни альфа смертельных ересей предпринял сатана попытку внедрить в церковь. Бог стоял на страже своего народа, через вестницу Божию удалось это дело остановить. Хотя зараженных было немало. Уже то, что эту книгу печатали в нашей типографии, и Бог дважды сжигал и типографию, и редакторское издание, уже говорит о том, что остановить просто другим путем было невозможно, слова не понимали. И она говорит, аналогично произойдет и в Омега, но только будет иметь еще более потрясающий характер. И его уже только остановит кто? Господь при втором пришествии Христа. Мы уже неоднократно говорили и будем говорить, пока живы, что народ Божий обманули католические иезуиты. Они внедрили в учение Божьей Церкви спиритическое учение о Троице. Спиритическое учение о Троице, которое является центральной доктриной католической Церкви. Это центральная доктрина католической Церкви. И это произошло, несмотря на то, что Бог ясное предупреждение дал через пионеров адвентистского движения, чтобы мы туда, в этот спиритизм, не совали свой нос. Посмотрите, что было сказано пионерами адвентизма. Спиритическое движение, избавившееся или отрекшееся от единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа, первым воспользовалось древним небиблейским вероучением о Троице, а именно, что Иисус Христос – вечный Бог. Хотя у них не было ни одного библейского утверждения в поддержку этого, в то время как у нас в изобилии библейских свидетельств о том, что Он – Сын вечного Бога. Джеймс Уайт, январь 24, 1846 год, «Утренняя звезда». Спиритическое движение утверждало, что Христос есть вечный Бог. И Он говорит, что это спиритизм, это учение о Троице. Он – Сын вечного Бога. Еще одна выдержка из «Ревью энд Геральт», том 7, номер 19, страница 148. «Тайна беззакония начала действовать Церковь еще во времена апостола Павла. В итоге, вытеснив евангельскую простоту и исказив вероучение Христа, она привела Церковь в пустыню. Мартин Лютер и другие реформаторы восстали в силе Бога, со словом и духом и совершили мощный скачок в реформацию. Величайшая ошибка является то, что реформаторы остановились в реформах. Если бы они продолжили и далее, до тех пор, пока последний след папства, будьте внимательны, был бы стерт. А именно, естественное бессмертие души, адвентисты стерли этот след, окропление, стерли, почитание воскресного дня, стерли, троицы. Вначале стерли, а потом опять что сделали? Прописали. И он говорит, тогда сегодня Церковь была бы свободна от антибиблейских заблуждений. Это вопрос доктрины. Католики совсем не собираются скрывать то, что учение о троице является центральным учением католической веры, а не библейской истины. Они в открытую об этом говорят. Вы помните, о чем они еще в открытую говорят? Кто изменил субботу на воскресенье? Католическая церковь. Мы поменяли, говорит, субботу на воскресенье. И это доказывает, что мы обладаем авторитетом и этим правом. И они сегодня точно так же заявляют о том, что они внедрили учение о троице. Это центральное учение католической церкви. Я прочитаю вам выдержку из католического издательства. Тайна троицы является центральной доктриной католической веры. На ней основаны все остальные учения католической церкви. Вот только теперь непонятно. Встает такой вопрос, это я для размышления нам. Почему божий народ, признавая, что день воскресный в христианстве – это учение католиков, а не Библии, доказывает Библию и отвергает это небиблейское учение, говорит, что нужно светить библейскую субботу. А вот почему-то с учением о троице они не поступают подобным образом. А наоборот. Вместо отвержения этой смертельной ереси и спиритизма следует ее принятие. Ее защита, ее массовое распространение пропаганды в народе Божьем. Массовое сегодня, это вообще парадоксально. Людей приучились молиться не во имя Христа, как в Библии написано, а во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я уже говорил, братья мои, у вас что, уже четыре Бога появилось? Дорогой Божий, сделай то-то и то-то, прости нам то-то и то-то, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вы какому четвертому молитесь во имя троих? Уже дошли до парадокса просто. Так я еще раз заостряю ваше внимание, что сегодня почему-то вместо отвержения этой ереси идет массовое ее распространение в народе Божьем. Печатаются уроки, печатаются книги, изгоняют из Церкви Божьей тех, кто остается верной библейской истине об одном Боге Отце и Его единородном Сыне Иисусе Христе. Мы видим, что предсказанное омега-отступление прогрессирует, и его остановит только второе пришествие Иисуса Христа. Прошлую субботу в одной из церквей АСД города Минска исключали сестру, которая не верит в папскую троицу, которой Бог открыл глаза на истинно священного Писания о беденном Боге. Сестра зачитала из избранных вестей слова Вестницы Божьей о том, что наши столпы веры были заложены в первые 50 лет, и Бог сказал, что эти столпы не должны быть ни один из них поколеблен. Вы знаете эти цитаты из Духа Пророчества. А в первые 50 лет адвентисты были антитринитариями. Тут хоть как хотите, крутите, вы можете найти это даже в словаре Брагаузе. Это вообще не адвентистское издание. Там говорят, адвентисты антитринитарии, не признают троицы. И это было во дни Елена Вайт. И вот после чего сестра наша спросила у собрания, а знают ли они, во что верили пионеры АСД, и хотят ли они об этом узнать. И что вы думаете? На что все собрание верующих единогласно сказало? Мы совсем не желаем знать, во что верили пионеры АСД. Мы не желаем, даже не надо нам об этом говорить. И с пламенного вдохновения пастора эту сестру исключили из церкви за отвержение папской троицы и верность Божией истине. Каждый день нам по интернету пишут, как расправляются с антитринитариями в большой церкви. Их поливают грязью, их изгоняют, их клеймят позором, на них наговаривают что угодно. И вот теперь мы имеем следующую картину. У нас получается следующая картина. Бог вызвал к жизни в XIX веке движение, ожидающих Второе пришествие Христа. То есть адвентистов. Он верил в их руки весь для последнего времени трехангельскую весть. И Бог хотел по аналогии, как со своим народом в ветхозаветнее время, чтобы это был особый народ, чтобы это движение в силе и духе Ильи обличило, отступившее от истины христианства, которое названо в Библии Вавилон, обличило и чтобы возвестило бы весть об обращении к единому живому Богу Отцу через агонца Божьего, как это делал Илья, соорудив жертвенник, возложив жертву, и через это хотел привести к служению живому Богу. Но, увы, Церковь Божья не выполнила свое предназначение, впрочем, как и Израиль в свое время не выполнил свое предназначение. «Когда Илья был на горе кормил, то он из старых камней восстановил старый жертвенник». Для чего? Что мы видим в этом? Мы видим в этом урок для нас, духовный урок для нас. Бог призывает через своих вестников, через Илью, что сделать? Вернуться на древние пути к истинному поклонению апостолов, к тому поклонению, что было обратно восстановлено пионерами адвентистского движения, поклонению единому живому Богу Отцу и Его Сыну, а не папской языческой Троице. Давайте посмотрим на тексты Священного Писания. Иеремия 6.16 и 3 Царств 18.21. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему и найдете покой душам вашим». Вы помните, что Израиль сказал? Не пойдем. Не хотим знать, во что верили пионеры. Не надо нам этого. Не пойдем. И смотрите, что делает Илья в соответствии с тем, что я только что вам прочитал. «Обратитесь на пути древние». И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, тот Бог, что вывел вас из земли египетской, то что сделаете? Обратитесь тогда к этому Богу, возвратитесь на пути древние. А если Ваал, но сегодня вы понимаете, Ваал – это ныне Троица, это не библейский Бог, это ложный Бог, то тогда ему последуйте». Третья книга Царств 18.21. А теперь посмотрите на два текста из книги «Откровения», чтобы вы увидели, к чему призывает нас сегодня книга «Откровения». «Призывая тех, кто в силе и духе Ильи, как вестник Бога, должен приготовить мир ко второму пришествию Христа. «И увидел я ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. Всем, всякому племени, колену, языку и народу говорил он громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу. Наступил час суда Его». Друзья мои, о какой личности идет речь? О какой личности идет речь? Откройте книгу «Откровения», почитайте, кому применим термин «Бог» в книге «Откровения». Чей суд наступил? Кем является на этом суде Христос? Ходатаем, посредником. А суд-то чей? Божий Отца. Заметьте, «Наступил час суда Его, Ему воздайте славу, убойтесь Бога и поклонитесь сотворившему небо, землю, море, источник и вод». Для того, чтобы нам было понятно, о ком идет речь, я тут же читаю вам «Откровение 4 глава» с 9 по 11 стих. «И тогда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле». Кто на престоле сидит? Отец, к нему был подведен Агнец Божий, это Христос, «живущему во веки веков». Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле «Которые поклоняются живущему во веки веков». Заметьте, «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Уже первый сноп потрясения, 24 старца на небе, что делают? Поклоняются живущему во веки веков. «И полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу, честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле сотворено и существует». Вам нетрудно понять, кому призывают поклониться на Священное Писание в Трехангельской вести, которая является вестью перед Вторым пришествием Иисуса Христа на нашу жизнь. Итак, вы видите, какая важная задача у верного остатка народа Божия в наши дни. Он должен, эти люди, в силе и духе Ильи, вернуть верующих на древний путь истинного поклонения. Потому что, увы, адвентистское движение, после смерти пионеров этого движения вместе с руководством само было поражено поклонению современному Ваалу или же папской языческой Троице. И это отступление как раз-то и было предсказано через Вестницу Божию. Я опять зачитаю вам эти слова. «Нет сомнений, что скоро это осуществится, великое отступление, которое развивается и усиливается и все более расширяется и будет продолжаться, пока Господь не сойдет с неба с возгласом». Альфа, отступление, Келлога. Вы помните, что Келлог первый протягивал Троицу в церковь адвентистов седьмого дня. «Мы должны твердо держаться первоначальных принципов нашего вероисповедания, идти вперед по пути укрепления веры». Специальное свидетельство номер 7, страница 57. Итак, что мы видим с вами? «Именно по причине отступления народа Божьего от истины Бог и призывает в своем народе верный ему остаток». Заметьте, когда отступил Израиль во дни Ахава, Бог не обратился к язычникам, чтобы оттуда вестника взять. А он вестника берет откуда? Из среды своего народа. Вы понимаете? Вот важный момент. Остаток берется из своего народа. Хотя он и отступил в этот момент. И вот этот остаток в силе и духе Ильи будет совершать последнее служение как отступившему народу Божьему. Но так как мы говорили, что для каждого племени, языка и народа сегодня должно вести служение, то значит, или я современный должен совершать служение и отступившему народу Божьему, и для кого еще? И для всего мира, которое объединено общим понятием Вавилон. Кто из вас читал книгу «Великая борьба», может найти там такие слова, когда Вестница Божия пишет «Во все времена Бог воздвигал реформаторов, которые совершали служение как отступившему народу, так и всему миру». Но при этом очень важно нам с вами понимать, что остаток – это не просто те, кто отвергает Троицу. Потому что на сегодняшний момент я просто ужасаюсь от того обилия антитринитариев, которые заявляют о том, что они остаток. Остаток – это не только те, кто отвергает Троицу. Я пугаюсь сегодня тем братьям и сестрам, которые, если услышали только, что этот человек отвергает Троицу, значит, все, что он не говорит, это абсолютно истина. И потому поражается учением Демирова, поражается учением Лунной Субботы, антитринитарии же, вы понимаете, поражается учением Суббота от восхода Солнца до захода, а не от захода до захода, отвергает небесное святилище. И сегодня есть хорошая такая большая группа, такие хорошие статьи пишут антитринитарные, говорят, Елена Вайтл же пророк. Так вот, что мы с вами получаем? Мы видим, что оказывается, что остаток не определяется по одному признаку. Остаток не определяется по одному признаку. Вот простой пример. Я вам даю один признак, чтобы вы сейчас сказали мне, о ком я вам говорю. Этот человек упоминается в Библии. Что, вам недостаточно? Я же все остальное отсек, все, что за пределами Библии. Ну скажите, о ком идет речь? Ладно, я вам подскажу. Этот человек в Новом Завете упоминается. Все равно тяжковато. Уже как бы поиск что делает? Сокращается, сужается, но все равно сказать, говорю, это один из апостолов. Уже легче, но все равно еще не все. Если я вам скажу, он отрекся от Господа, он отрекся от Господа трижды. Петр. То есть вы видите, что происходит? Для того, чтобы составить портрет и найти того, кого ты ищешь, одного признака недостаточно. И если сегодня кто-то услышал, антитринитарий, один признак, это не значит, что это есть Илья последнего времени, что это остаток Божий. Друзья мои, помимо этого мы должны понимать с вами, что Бог открыл своей церкви в первые 50 лет не один столб антитринитарный. Вы понимаете? Столбов-то было много открыто. Это небесное святилище. Это следственный суд. Это верное понимание состояния мертвых. Вопрос пищи, реформы здоровья, соблюдение закона. Субботы, причем верные субботы. От захода до захода. Не лунной какой-то еще, к тому же. Вот. А сегодня у нас получается, есть очень много антитринитариев, которые повалили все столбы. Стоит у них один антитринитарный столб, и они говорят, мы остаток Божий. Мы проповедуем весть, которую Господь нам поручил. Господь ли? Итак, друзья мои, если мы сегодня отвергли все столбы, в том числе и принятие трудов вестницы Божьей, вот, если мы отвергаем эти столбы, то, друзья мои, это не есть то движение, которое Господь в последнее время воздвигнет, как движение Илии. Это еретики. Это самые натуральные еретики, которые вредят делу Божьему. И вот из-за таких антитринитариев сегодня с тринитарной церкви братья и сестры не могут принять эту истину, потому что они говорят, им руководство говорит, вы что, пойдете лунную потом в субботу соблюдать? Или от восхода до захода? Или начнете отвергать Елену Вайт? Давайте, давайте, идите, вы дойдете еще куда-нибудь. И вот из-за таких вот антитринитариев сегодня движение Божие, или дело Божие только страдает. То есть верный Богу остаток, он сохраняет всю истину Божью, открытую своему движению в 19 веке, в филадельфийском периоде. Потому что именно этому периоду Бог сказал, у тебя есть венец, а ты его должен что делать? Удержать, сохрани, и я напишу имя мое на челе твоем, имя Бога Отца моего. Поэтому, друзья мои, верный остаток не отвергает ни один из тех пунктов, который был открыт в первые 50 лет адвентистскому движению. Ни один из этих пунктов. Поэтому, если вы сегодня слышите антитринитарий, но он отвергает вестницу Божью, друзья мои, нам не по пути с такими людьми. Это не вести Лии. Если сегодня есть антитринитарий, по лунной субботе живет, это не вести Лии, друзья мои. Если сегодня вы слышите, что не надо соблюдать закон Божий, что нет небесного святилища, нет следственного суда, а он антитринитарий, это не вести Лии. Это просто хитро запутанный обман, чтобы сбить с толку детей Божьих. Друзья мои, верный остаток Божий не должен отвергать Церковь Божью и называть ее Вавилоном. Верный остаток Божий не должен называть Церковь Божью Вавилоном и отвергать ее, как есть такие, которые это делают, антитринитарии. Они все и вся провозгласили Вавилоном о себя Церковью Божьей, но это в корне неверно и не вяжется с библейским параллелизмом и трудами Вестницы Божьей. Где и когда пророки Божьи, которые были посланы в народ Божий, создавали отдельные какие-то движения, я имею в виду отдельные народы, отдельные церкви, и оставляли упавший или согрешивший народ Божий на произвол судьбы. Где вы такое найдете? В Библии. Хоть какую-то аналогию покажите мне. Нет такого. Поэтому будьте очень осторожны. Это в корне неверно. Отступившая Церковь Божия не названа Богом Вавилоном. А знаете, по какой причине? Потому что в ее среде есть верный Богу остаток. В ее среде есть верный Богу остаток. И если через этот остаток Бог будет трудиться, то повесив общий ярлык на все это движение Вавилон, кто же будет слушать этот остаток из этой среды? Итак, Бог через остаток будет нести весть и отступившей Церкви и миру. Так что антитринитарий, антитринитарию рознь. Рознь, друзья мои. Это не только отвержение Троицы характеризует верный Богу остаток. Будьте предельно осторожны, чтобы вы не пошли за теми, кто вместе строится и отверг все остальные столбы, которые должны стоять непоколебимо, такие как небесное святилище, закон, труды духа пророчества, состояние мертвых и так далее. Служение верного остатка в духе Ильи, оно представлено в книге Откровения в 18 главе иным ангелам или вестникам, и весть этого вестника охватит собой всю землю. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, и земля осветилась от славы его. И воскликнул он громким голосом, сильно, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому, нечистому духу, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Откровение 18 глава с 1 по 4 стих. А теперь давайте будем внимательны проведем исследование. Вестница Божия, комментируя вот эти стихи, вот эти стихи из Библии, прямо говорит о том, что Бог в конце времени воздвигнет еще одно движение. Бог воздвигнет еще одно движение. Это не будет новая церковь, будьте внимательны, не церковь воздвигнет Бог, а он воздвигнет движение. Нам понятно движение, потому что адвентисты были движением в свое время, в 19 веке. Это не была церковь, это не была динаминация, это были люди, которые были из всех церквей, разных, может быть, исповеданий, взглядов, я не знаю, в каком смысле, не из разных церквей, Лена Вайт методистка, а Джеймс Вайт, он совершенно был из другой церкви. Но тем не менее, что их объединяло? А этот Миллер был баптист. Но что их объединяло? Это была не динаминация, это было движение, объединенное исследованием слова и ожиданием пришествия Христа. Нам понятно, что такое движение. И вот она говорит, должно возникнуть движение остатка, верных Богу и из народа Божьего, и тех, кто примет их свидетельство, выйдет из Вавилона, и вот это все вместе, вот, вышедшее из Вавилона и верный остаток Божий, и будет как движение возвещать последнюю весть, обличение, это трехангельскую весть, плюс усиленную вестью и новая ангела из 18 главы книги Откровения. Это и будет движение верного остатка Божьего, которое возвестит последнюю весть миру перед вторым пришествием Христа. По аналогии, Иоанн Креститель, готовящий народ к принятию Христа при первом его пришествии, в силе и духе Ильи, что он сказал о себе? Я глаз вопиющего. Я глаз. Значит, по аналогии, чем должен быть остаток в конце времени? Божьим глазом, который возвестит трехангельскую весть, последнюю весть, и также «Выйди народ мой из Вавилона». Пал, пал Вавилон, город великий. А теперь давайте прочитаем слова Вестницы Божьей. Три выдержки из ее трудов. Специальные свидетельства, страница 188, и «Великая борьба», глава «Последнее предостережение», глава 390. Будьте внимательны. «Нам грозит опасность стать дочерью падшего Вавилона». Она писала еще в свои дни, потому что альфа смертельной ереси уже тогда была в ее время. Она говорит, оно уже ширится, в ее дни уже было отступление. И неудивительно, потому что Павел говорит, что в его дни уже тайна беззакония была в действии. То есть даже при апостолах это прогрессировало. Поэтому неудивительно, что и при Вестнице Божьей это тоже происходило. «Нам грозит опасность стать дочерью падшего Вавилона». «Ибо мы смиряемся с тем, как наши общины приходят в упадок и исполняются всяким нечистым духом, словно пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы». А эта характеристика кому дана? Вавилона. То есть иными словами, во что сатана пытается превратить народ Божий? Стать частью чего? Вавилона. А Вавилон чем характеризуется? Что он имеет чашу с чем? С вином блудодеяния. А вино блудодеяния – это вино вообще что это? Учение. Это ложное учение. Вы понимаете, что делает сатана? В 18 главе Откровения указывается на время, когда, отвергнув троекратное предостережение, церковь окажется в том состоянии, которое предсказано вторым ангелом. И тогда народ Божий, находящийся в Вавилоне, будет призван покинуть его. Это будет последняя весть для мира, и она выполнит свое предназначение. Итак, вторая цитата. Церковь окажется в том положении, какое предсказано вторым ангелом. Заметьте, первая цитата говорит, «Нам грозит стать дочерью падшего Вавилона». Вторая цитата говорит, «Она окажется в таком положении». И теперь третья цитата, «Она логически выходит из этих двух первых». «Поэтому должно возникнуть движение, символически представленное сходящим с неба ангелом, который осветил землю славой своей и воскликнул сильно громким голосом, говоря о грехах Вавилона». Вы уловили связь между всеми этими цитатами? «В связи с этой вестью раздается призыв, выйди от нее, народ мой». Этот призыв вместе с третьей ангельской вестью составляет последнее предостережение, обращенное к жителям земли. Великая борьба, глава, последнее предостережение. Итак, какая же задача стоит перед верным остатком в это последнее время? Она все та же, что и в одни Ильи, и в дни Иоанна Крестителя. Нужно обратно вернуться к столпам истины, обратить народ к этому, призвать народ к покаянию. Те, которые примут, примут, они станут этим остатком, а кто не примет, все, они погибают, они становятся частью Вавилона. Давайте вспомним, мы уже об этом говорили в проповеди этой дважды. Дух Ильи – это дух доверия Богу. Это осознание того, что Бог всегда рядом с тобой, и Он послал тебя совершать то служение, что ты совершаешь. Скажите, где мы находим в Священном Писании призыв совершать вот это служение, которое мы сейчас совершаем? В 18 главе книги Откровения. Господь говорит сегодня верному остатку. Твое призвание описано в 18 главе книги Откровения. Это иной ангел, сходящий с неба. Это весть иного ангела. Верный остаток будет знать, кто их послал. Кто их послал совершать это служение? Бог. Вы помните, что мы с вами читали? «И был глаз Божий к Иоанну Крестителю». Вы слышите сегодня глаз Божий, обращенный к вам из 18 главы книги Откровения? «Иди, иной ангел, возвести сегодня эту весть людям, живущим в мире. Обличи грехи народа моего». Поэтому они не сами от себя решили стать вестниками. Их власть и сила, их слово от живого Бога, который послал их. Все от того же живого Бога, который в свое время призвал Илью для служения в отступившем народе Божьем и призвал Иоанна Крестителя совершать служение также в отступившем народе Божьем. Дух Ильи – это голос сурового обличения. Причем обличение отступившего руководства народа Божия. Вы помните эти тексты? «И сказал Илья Ахаву, царю-отступнику, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне, идете вслед в Алам». 3 Царство, 18 глава, 17-18 стих. «Увидев же многих фарисеев, садокеев, Иоанн сказал, идущих к нему креститься, вы порождение и хидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойный плод покаяния». А Ироду что он сказал? «Тебе не должно иметь жену, брата своего». Это голос сурового обличения. И это и есть весть Ильи, это и есть весть Иоанна Крестителя в духе Ильи. Это и есть весть остатка. Потому что и 18 глава книги Откровения, что делает ангел с неба иной? Он провозглашает Пал, Пал, великая блудница, наполнился развратом, мерзостью и так далее. Это весть обличения. Братья и сестры, верные Богу и любящие Бога, не нужно сегодня бояться запугивания в свой адрес, будто Бог сурово накажет и, как бы сказать, сурово накажет тех, кто обличает, ну, как любят сегодня говорить, помазанников Божьих. Не нужно этого бояться. Потому что Библия, библейская типология и параллелизм учит нас тому, что верный остаток в духе и силе Ильи как раз-то и понесет весть сурового обличения как народу Божьему, так и руководству этого народа. Весть сурового обличения, отступившему народу, в особенности руководству. Дух Ильи проявляет себя в призывах к народу о покаянии и обращении к живому Богу. И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то Ему последует. Если Ваал, а мы уже понимаем, сегодня это Троица, то тогда Ему и следуйте, Папская Троица. Вы изберите себе. Третья царств, 18 глава, 21 стих. Остаток народа Божия будет призывать отступивший народ Божий, да и весь мир, вернуться к поклонению единому живому Богу Отцу и Его единородному Сыну Иисусу Христу, отвергнув ложное поклонение Папской Троице. Мы с вами уже отмечали, что дух Ильи проявляет себя в отчуждении вестника от людных мест. То есть, это место, где одиночество, в котором пребывает вестник, и в котором он что делает? Вестник. Он общается с Богом. Это так ясно понять. Вам понятно, почему народ Божий призывался в свое время вестницей Божией покинуть города? Для того, чтобы подготовиться к вести Ильи. Иоанн был в пустынных местах прежде явления своего народа. И Илья там же находился в пустынных местах. То есть, нас уже тогда Бог готовил через вестницу Божию к вести Ильи. И те, кто послушал сегодня или раньше послушал и сделали этот шаг, они лучше сегодня воспринимают истину Слова Божия. Посмотрите внимательно. В основном, истину антитринитарную лучше воспринимают люди, которые в свое время прислушались к призывам Божьим и вестнице Божией. То есть, остаток народа Божия будет стремиться покинуть обреченные города, он будет селиться в малонаселенных пунктах, будет скромен в еде и в одежде. Он будет много времени посвящать молитве, находясь вдали от суеты городов. Как мы с вами также отметили раньше, Илья был слаб, как и любой человек, носитель грешной природы. А Иоанн Креститель тоже был слаб, как и любой человек. Им свойственны были сомнения. Но Бог их назвал своими, несмотря на их слабость, и Бог через них и в них победил. Мы знаем из Священного Писания. А нынешний остаток верный Богу, это что, супермены? Это кто? Богословы со степенями? Это слабые, несовершенные люди. Это слабые, несовершенные люди, но они любят Бога. Они хотят служить Ему, хотят быть верными Ему до конца. И Бог, знающий сердца людей, не отрекается от них тогда, когда, может быть, они падают. Да, возможно. Иоанн Креститель говорит, ты ли тот, или ожидать нам другого? И Христос говорит, а, вот ты какой, не хочу тебя знать, да? Нет, пойдите, скажите Иоанну. Пойдите, поддержите его. Илья говорит, Господи, забери мою душу, все, не хочу ничего. Илья, успокойся, я хочу тебя на небо забрать. Вот такой наш Бог, вы понимаете? Он обязательно поддержит. Поэтому, хотя сегодня при падении детей Божьих, Сатана и его дети торжествуют, но Бог знает, как поддержать свой остаток. Верный Богу остаток, отступившим христианством, будет назван движением от Сатаны. Я еще раз заострю ваше внимание. Верный Богу остаток, отступившим христианством, в том числе, отступившими и из народа Божия, и руководством народа Божия, будет назван движением от Сатаны. И все повторится так, как было во дни Иисуса Христа, потому что во дни Иисуса Христа не только Христос был назван от сатаны, но и Иоанн Креститель, идущий перед Ним, тоже был назван как тем, кто пришел от сатаны. Давайте прочитаем текст из Священного Писания. Луки 7, 33. Христос говорит, ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Так что тогда говорили о Иоанне Крестителе, вот эти фарисеи, садукеи и все остальные? В нем бес. Ну и неудивительно, что логически, если бес готовит путь, только для кого он готовит путь? Для бесов получается. И тогда они говорят, книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, а он имеет Христос, себе везель вулы, изгоняет бесов силой бесовского князя. Марка 3, 22. Итак, вы видите связь с Вестникой и того, о ком он говорит, кто за ним идет? Отвергая Вестника при лицом Господа, вы отвергаете и Господа. Если сегодня будет отвергнут Илья последнего времени, будет отвергнут и Христос, и его истина. Ну а теперь посмотрите, что пишет Вестница Божия по этому поводу. Как назовут последнее движение от Господа люди, которые отступят от истины. Это последнее предостережение, великая борьба. Так будет проповедана трехангельская весть. Когда наступит время мощно провозгласить ее, она будет усилена вестью иного ангела, потому мощно провозгласится, Господь будет действовать через смиренный душ. Нет, это не богослово, это не особо одаренные люди. Управляя разумом тех, кто посвятил себя служению ему. Вот что важно, посвященный человек Богу. Работники будут приготовлены к этому труду скорее через помазание Духом Божиим, нежели специальным образованием. Движимые священным усердием, мужи верой и молитвы станут возвещать то, что вложил в их уста Господь. Грехи Вавилона будут разоблачены, а это вести нового ангела из 18 главы книги Откровения. Ужасные последствия навязывания церковных постановлений силой гражданской власти. Я еще об этом немножко буду сегодня говорить. Наступление спиритизма. А мы об этом и говорим, что происходит сегодня с Церковью Божией. Наступление спиритизма. Незаметное, но быстрое распространение папства. Вот ждем сейчас 500 лет реформации, как хоронить ее будет папство. Быстрое распространение папства. Все будет разоблачено. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и тысячи людей, никогда еще не слышавших ничего подобного. И с узымлением они узнают, что Вавилон это церковь, которая пала впоследствии своих заблуждений и грехов, вследствие отвержения истины, посланной небом. Когда люди обратятся к своим прежним учителям с вопросом, так ли это, служители будут рассказывать им небылицы. Предрекая благополучие, чтобы успокоить их страхи и проснувшуюся совесть. Но многие не удовлетворятся только человеческим авторитетом, как сегодня говорят. Ты что, против Церкви? Ты что, считаешь, что мы ошибаемся? Что богословы ошибаются наши? Авторитет очень сильный такой, да? И потребует ясного доказательства. Так говорит Господь. Тогда известные служители Церкви, подобно фарисеям древности, исполнятся гневом на тех, кто усомнился в их авторитете. И объявят, что эта весть от сатаны. Сколько сегодня мне пишут братья и сестры, что изгоняя из церквей, сказали, вы продались дьяволу. Вы от сатаны. Вы похулили Дух Божий. Они станут подстрекать толпу, всегда тяготеющую к беззаконию, преследовать и позорить тех, кто проповедует эту весть. В самом конце темы я хочу вам рассказать о самой важной вот в этой теме. О верном остатке, который трудится в эти последние минуты земной истории в силе Духи Ильи. Вот то, что мы сейчас узнаем с вами из Библии, должно укрепить всех тех, кто верен Богу и составляет этот остаток народа Божия. Будьте внимательны. Христос сказал об Иоанне Крестителе, то есть о том, кто в силе Духи Ильи готовил народ Божий принять Христа при первом пришествии. Читаем тексты Матфея, 17 глава, с 10 по 13. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илья надлежит прийти прежде? И Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде, устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали его. Параллелизм чувствуете? И не узнали его, но он уже пришел. А поступили с ним, как хотели. Тогда ученики поняли, что он говорит им об Иоанне Крестителя. Извлечем для себя три духовных урока из слов Христа. Говоря об Иоанне Крестителе, совершающего служение пред Христом в силе и Духе Ильи, Христос сказал, что народ Божий, в частности, религиозная верхушка, богословы того времени, книжники и фарисеи, это же богословы того времени, несмотря на принадлежность к истинному народу Божьему, несмотря на всю свою ученость и набожность, несмотря на свой авторитет в народе Божьем, несмотря на свое влияние на народ Божий, все-таки не узнали в Иоанне Крестителе того, кого послал Господь в силе и Духе Ильи при первом пришествии Христа. Прочтем их свидетельство, вот этих богословов того времени, о служении Иоанна Крестителя. И сказал Христос им в ответ, я спрошу вас об одном, скажите мне, крещение Иоанна у вас небес было или от человеков? Не знаем откуда. Не знаем откуда. И куда эти люди могли повезти людей, если они не знали, откуда пришел Иоанн Креститель и куда он ведет? А на самом деле Христос сказал, вы не то, что не знаете, а вы говорите, что в нем бес. Не то, чтобы вы не знаете. Просто боитесь, что народ побьет вас камнями. Луки 20 глава с 3 по 7 стих. Второй урок из слов Христа об Иоанне и его служении заключается в том, что с Иоанном Крестителем поступили, как хотели, и он был убит за правду. И третий урок. Ученики, которые были близки ко Христу, поняли слова Христа, что говоря о белье их времени, он говорил об Иоанне и Крестителе. Они это поняли, уразумели. А теперь с тремя этими выводами переместимся в наши дни. К служению верного остатка народа Божия в силе и духе Иоанне и в наши дни. Основная масса народа Божия, в особенности руководства Божьей Церкви, ныне не узнала и не узнает в служении вестников, несущих истину о едином Боге и отказе от папской троицы, то есть современного Ваала. Они не узнали, что это и есть тот верный Богу остаток, который Бог воздвиг, трудится в силе и духе Иоанне, согласно пророчествам 18 главы книги Откровения, как вести нового ангела. Они не узнали и не узнают. Продолжают говорить, нет, это не так. Они уже объявили по церквам, что это движение, вызванное Богом, на самом деле является движением от сатаны. Это уже объявлено. Это движение, они говорят, хулит Святой Дух Божий, раскалывает церковь. Они отвергают Троицу, языческого Бога отвергают. Но это не что иное, как повторение уже того, что было раньше. Вы помните, что сказал оступник Ахав, поклоняясь Ваалу, что он сказал Илье, который поклонялся живому Богу? Ахав говорит, это ты смущаешь Израиля, ты его раскалываешь, ты виноват во всех наших бедах. Хотя на самом деле кто был виноват? Ахав и дом отца его был виноват, что презрели Господа и отступили от него. А сказал, что Израиль виноват, то есть вернее, что виноват Илья, прошу прощения. Когда Бог в 19 столетии воздвиг антитринитарное движение адвентистов, им также говорили, что они от дьявола. И изгнали из всех церквей. Так что ничего нового под солнцем нет. Как то движение было признано от дьявола, так и движение, которое Бог воздвигнет в конце времени, будет также признано, как движением от дьявола. Но уже к этому присоединятся многие руководители народа Божия, которые составляли свое время вот часть того движения. То есть движение стало церковью, осело, пустило корни, впало в ладыкийское состояние, избрало недуховное руководство и в конце концов пришли к тому, что Бог вынужден воздвигать новое движение верных ему из этого остатка, этот остаток из народа Божия, потому что от сатаны, говорят, это движение. Ничего нового под солнцем. Сегодня руководство церкви АСД устраивает травлю на антитринитариях. Их бессовестно обливает лживой грязью. Например, ну вы уже слышали, я вам это тоже показывал, рассказывал, кто это видел. Например, меня адвентийское руководство и пасторы распространяют ложь, что я сидел в тюрьме за воровство. Вот оказывается, я сидел. Я даже не знал об этом, моя семья об этом не знала, а пасторы знают об этом, что я оказывается за воровство сидел. Да, я говорю, ребят, ну сделайте запросы, соответствующие органы, получите ответ, что это не так, может хоть стыдно вам станет за это вранье. Вот. То есть удивляюсь, антитринитария все не сгорает из молитвенных домов. У нас есть случаи, когда нам пишут и говорят, что изгнали, позвали полицию, изгнали с помощью полиции из молитвенного дома. Антитринитария. Пожалуйста, в России им угрожает законом Яровой, то есть антитринитария, натравливает на их домашней церкви госвласти. Друзья мои, это просто удивительно. И самое удивительное, что наши братья сегодня, вот я беседую, когда по интернету с тринитариями, они почему-то все время стремятся сказать, что мы свидетели Иеговы. Вот все время говорят, вы как свидетели, вы, наверное, скорее всего, свидетели. Это делают наши тринитарные братья из большой церкви. А знаете, почему они хотят нас олицетворить с этой организацией? Потому что на сегодняшний момент эта организация здесь запрещена, в России, так легче будет запретить. Сказать, мы нашли еще одни из их команды. Вот так легче отступившему руководству церкви сделать то, что они хотят, запретить нам проповедовать сегодня о едином Боге. То есть мы видим с вами, что отступившее руководство церкви поступает так, как хочет. Не так, как говорит Господь, а так, как хочет. А Христос говорит, и поступили с Иоанном Крестителем, как хотели, как сами хотели. То есть нет ничего нового под солнцем, все идет, как написано, потому что Писания Божьи должны исполниться. Они должны исполниться. И исполнится в основном, все то исполнится, как и в случае с Христом. Заметьте, они читали пророчества каждую субботу, но не соизмеряли их со своей жизнью, не увидели их исполнение у себя на глазах и в конце концов не увидели себя исполнителями того, о чем они читали. И сегодня будут гнать Божие движения, поступать, как хотят, и не увидят того, что они выполняют ту работу, о которой говорила Вестница Божья. Многие восстанут против своих же. Ну и последнее. Бог все равно сделает то, что предначертал в своем слове и в трудах Вестницы Божьей. Вы верите в это? Да. Я верю, что все равно произойдет так, как написано. Христос сказал, Писание исполнится в любом случае. Антитринитарное движение ширится. Повсюду крестятся люди. Вот уже за эти только последние две недели, я вам скажу, в Питере 17 человек, в Латвии 7 человек, в Татарстане 9 человек, в Ростовской области 6 человек. Это только то, что я знаю. Это за эти две недели последние. Постоянно новые и новые люди приходят, заключают завет с Господом во имя Иисуса Христа. Причем не только из адвентистов. И из мира выходят люди сегодня, принимают. Исполняется пророчество «Остаток и к остатку выйди народ из Вавилона». Все как написано. Я вам говорю, что ширится это движение, и его никто не остановит. Его не остановят ни исключениями, ни ложью, ни грязью, ни запугиванием. Наоборот, все это только будет наоборот. Что делать? Содействовать прозревание людей, и они увидят, что оказывается церковь, которая заявляла, что она Божья, отступила от истины и преследует детей Божьих. Это будет ясно. Так кто же сегодня станет на сторону истины? Кто станет сегодня на сторону истины? Согласно библейской типологии, аналогии, заметьте, во дни Ильи, это те, которые не преклонили колено перед Ваалом, не лабызали его, а во дни Иоанна Крестителя, посмотрите внимательно, это те, которые прислушали словам Христа, он и есть, или я, которого послан. Они имели тесную связь со Христом. То есть, друзья мои, сегодня тот человек, который искренне ищет Бога и следует не велениям человека и богословам, а и следует Писание на коленях, со слезами на глазах, чтобы Бог открыл ему истину, он обязательно будет в остатке. Обязательно. Те, кто был близок ко Христу, они, подобно ученикам, в дни Христа понимают, что собой представляет движение верного остатка Божьего, которое трудится в эти последние дни и готовит человечество ко второму пришествию Христа. Но кто еще будет способен это принять? Кто еще примет? Говоря об Иоанне Крестителе, как о том, кто трудился в силе и духе Ильи при первом пришествии Христа, Иисус сказал, будьте внимательны, в Библии все уже открыто, мы можем видеть будущее как настоящее. Посмотрите внимательно, что сказал Иисус. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царства Небесной силой берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо и все пророки, и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он и есть Илья, которому должен прийти, кто имеет уши, слышит, да слышит». Матфея 11 глава с 12 по 15. Заметьте, из этих слов следует, чтобы понять и принять истину, нужно приложить усилия. Нужно приложить усилия. Просто креститься и стать стационарным членом церкви, это не значит обрести истину. Нужно прилагать усилия. Бог не навязывает нам своего верного понимания слова. Посмотрите внимательно. Сын Божий, говоря о служении Иоанна Крестителя и об исполнении в нем пророчеств Малахи, как обилие говорит, «И если хотите принять, то он есть Илья, которому должны прийти». То есть, друзья мои, истина проста, как день. Неужели не ясно? Христос говорит, «Вы можете и не захотеть принять эту истину о верном остатке и обилии в конце времени». Это ваше право. Можете принять, можно не принять. Например, религиозные лидеры времен Христа не захотели принять Иоанна Крестителя, как того, кто пришел в духе силы или приготовить путь перед лицом Господа. Пожалуйста. Они говорят, «Мы не знаем, от кого он пришел, мы не знаем, чьей властью он говорит, а за тайком, за спиной, Галили в нем бес». Так что и ныне все та же истина. Если вы хотите, друзья, братья, сестры, обращаясь ко всем, кто будет смотреть эту проповедь, ну, пожалуйста, хотите, принимайте антитринитарное движение верного остатка народа Божия, как то, о чем говорит 18 глава книги Откровения, «Вести нового ангела». Только еще раз заостряю внимание, антитринитарий, антитринитарию Розень. Ни один из столбов, заложенный в первые 50 лет возникновения адвентистского движения, не должен быть поколеблен. Если вы нашли антитринитария, в которой хоть один столб поколебали, что-то от себя, говорят, это не есть Илья последнего времени. Итак, друзья, хотите, принимайте, а хотите, не принимайте. Но, заметьте, от вашего неприятия истина Божия или непринятия, истина Божия не перестанет быть истиной. То, что священники отвергли Иоанна Крестителя и отвергли Христа, ведь не сделало ни Христа, ни Иоанна Крестителя детьми дьявола. Не сделало тем, что они от беса. Они были от Бога. Все осталось так, как Господь сказал. Это в их понимании так было, но они, соответственно, и погибнут. Христос заканчивает слова об Иоанне Крестителе и его миссии такими словами. Будьте внимательны. Кто имеет уши слышать, да слышит. Заметьте, и если хотите принять, он Илья. Кто имеет уши слышать, да слышит. А вам это ничего не напоминает? Этими же словами Христос заканчивает обращение ко всем периодам церквам, включая и лаудыкийский период, последний, в котором находится сегодня Церковь Божия. Так может быть, настало время для народа Божия перестать хромать на оба колена? Может быть, уже пришло время, когда надо прислушаться к словам Божьим? Может, надо уже перестать отвергать истину Божию и его вестников и обратиться всем сердцем к истине Божией, став одним телом Христа, чтобы совершить это последнее служение, предсказанное 18 главой книги Откровения. Друзья мои, ну неужели мы не понимаем, что это последнее время? Мы сейчас либо принимаем, либо отвергаем, либо назовем движение Божие от Бога, либо тогда мы вынуждены будем, что сделать, не став его ряды? Назвать его движением от дьявола. Третьего не будет дано. Каждый займет свою позицию. Что вы скажете Богу и какое решение примете вы? Ведь на карту поставлена вечная участь каждого из нас. Отвергнув истину, мы погибнем. Выбор за нами и никто этого за нас не сделает. Да поможет нам Бог не ошибиться и не потерять вечность, как это произошло в жизни ветхозаветнего Израиля, потому что Христос связывал свое служение и власть, которая у Него есть, со служениями властью, данная Богом Иоанну Крестителю. Как вы понимаете, в наши дни власть Христа она напрямую связана с той властью, которую Он дал кому? Остатку народа своего. И когда пришел Он в храме, учил, приступили к Нему первосвященники старейшие народа, сказали, какой властью ты это делаешь? Кто тебе дал такую власть? А Он сказал, а я спрошу вас об одном, скажите мне, какой властью Иоанн Креститель совершал служение? Вот если вы признаете, что Его власть от Бога, тогда я вам скажу, откуда я, потому что только признав это, вы можете признать и то, что и мое служение тоже от Бога. Он мой предтеча. А они говорят, не знаем. Он говорит, ну раз это вы не знаете, то бесполезно вам говорить, какой я властью это делаю, потому что вы все равно не способны будете это принять или не хотите это принять. Более того, Христос сказал, отступники в народе Божьем говорили о самом Иоанне Крестителе, как о человеке, в котором бес. Вот вы представляете, Бог посылает вестников в силе и духе Ильи, а религиозные вожди народа говорят, в нем бес. Луки 7, 33. Пришел Иоанн Креститель, хлеба не ест, вина не пьет, а вы говорите, в нем бес. Вы видите, что скромный образ жизни Иоанна, его воздержание, его смелая проповедь, толкнули отступившую религиозную верхушку Израиля. Чему учить народ Божий? Что служение Иоанна Крестителя, это служение беса. Это служение беса. Ну, естественно, потому что от Бога кто был? Они были от Бога. Они же говорят, мы от Бога, мы одного Бога имеем, Отца. А вот Иоанн Креститель, это бес. Вот. Поэтому они поливали грязью вестника Божьего, которого Бог послал при лицом Христа. И поэтому они не пошли принимать крещение у Иоанна Крестителя. Потому что они не верили, что он от Бога. Луки 7 глава 29.30 сказано, И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу и крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Друзья мои, сегодня кто принимает истину Божию, заключает завет во имя Иисуса Христа, по-библейски, принимает волю Божию о себе, верует в единого Бога, Его единородного Сына, и становится остатком народа Божьего. А которые не хотят, они что? Отвергают волю Божию о себе. Тот, кто не признавал власть Иоанна Крестителя, как власть от Бога, тот и не признал Христа Сыном Бога и распял Его, считая, что Христос также совершает служение от дьявола. Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, Ты имеешь в себе визельвола, изгоняешь бесов силой бесовского князя. Марка 3 глава, 23 стих. Братья и сестры, это закон духовного мира. Отвергающий Вестника Божьего отвергает и того, кто Его послал. Отвергающий Вестника Божьего отвергает и того, кто Его послал. Ибо Вестник от Бога, готовящий путь Христу, тесным образом связан с Богом и Его Сыном. Иоанн Креститель трудился при первом пришествии Христа в силе и духе Ильи. И нам нетрудно сегодня понять аналогию для нашего времени. В параллелизме. Тот, кто не поймет, кто есть Илья последнего времени, не поймет, не узнает сегодня Илью последнего времени, не примет его служение, как служение от Бога, для приготовления мира ко второму пришествию Христа, для того пришествия Христа будет как тать ночью. Он будет что-то делать, но Христос, придя, скажет ему, Я никогда тебя не знал. Вы думаете, Он фарисеям и саддукеям не скажет это, когда будет воскрешение мертвых? Я вас никогда не знал. Господи, ну мы же с твоего народа, мы же читали Тору, мы же ходили на собрания. Нет, говорит, Я никогда вас не знал. Вы делали беззаконие. Для них пришествие будет неожиданным. И вот такие христиане, подобно немудрым девам из притчи Христа, не спасутся, хотя и были верующими. Так что, братья и сестры, очень опасно сегодня читать пророчества, но не разуметь их. Неправильно их толковать. Очень опасно отвергать вестников Бога, которые посланы Богом в силе и духе Ильи, для того, чтобы приготовить путь ко второму пришествию Иисуса Христа. Поэтому бодрствуйте, молитесь, чтобы не быть обманутыми, не впасть в искушение. Имеющие уши дослышат. Аминь. Помолимся, Господь. Милосердный наш Отец Небесный, славим Тебя и благодарим за истину Твою, за Слово Твое. Мы слабые человеки, мы понимаем, Господи, что мы сами ничто. Это понимал Илья, Иоанн, Креститель. И всех, кого Ты, Господи, призывал служить Тебе во все времена, они были слабые, несовершенные люди. Но тот, кто слышит голос Твой, Слова Твоего, кто понимает, к чему Ты призываешь сегодня, к какому служению народ свой, те обязательно покорятся воле Твоей, скажут, не как мы, но как Ты, Господи, хочешь. Также трудно было и Миллеру в свое время идти проповедовать, когда ему открылась истина о Небесной истине, о Суде Небесном. Мы просим и молим, Господи, чтобы мы не боялись нести это служение, если Ты доверяешь его нам, если мы слышим голос Твой, Слова Твоего, не нужно бояться нести эту весть. Потому что если мы сегодня отречемся от Тебя, то Ты от нас отречешься, когда придешь во славя. Мы просим и молим Тебя, дай нам силы духовные, чтобы крепко стоять на истине Твоей, даже тогда, когда свои будут отворачиваться и предавать, даже тогда, когда заклемят позором, даже тогда, когда скажут, что Ты от сатаны, совершая свое служение, дай твердо стоять и уповать только на Тебя и на милость Твою, научиться у Христа, иметь Его веру, потому что только Его верой можно устоять в это последнее время. Услышь молитву нашу во имя Сына Твоего, Аминь. Аминь. Прославим Господа и ты имя Ипсана. От великой суммы и ты имя Ипсана. Убери одежды пасмарую, в благостей и истину ночи, истиной обыкную любовью. Столько бы свидетельствами с ним Для людей, ведя их к спасению. Весь трех ангелот для всей земли Стало вашим личным убеждением. О, оснаток верный и святой, Вам Христос ученье и доверие. Путь его и стали мы звездой, Указав народу в небо двери. Сколько испытаний и потерь, Претерпели мы и не ослабели. Имя на моем удаст тебе, Потому что победить сумели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы бесконечно благодарны Тебе за то, что Ты не уставал стучаться в наши сердца. За то, что Дух Твой действовал в нас, и Ты позволил нам откликнуться на Твой призыв. И мы познали Тебя, единого истинного и живого Бога, и Сына Твоего Единородного нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за то, что некогда таких далеких и даже не подозревавших о существовании друг друга, Ты во Христе Иисусе соединил Свою семью, Свой верный остаток. Мы благодарны Тебе за это доверие, которое Ты оказываешь нам, быть Твоим остатком, нести весь Твою. Мы благодарны Тебе за то, что Ты на страницах Слова Своего оставляешь нам примеры, для того, чтобы мы на этом нелегком пути не падали духом, но видели, что впереди нас есть следы, по которым уже шли Твои верные дети, шли этим нелегким путем, неся то служение, которое Ты получал им. Помоги и нам быть Твоими верными детьми, дай силу Христа, дай веру Христа идти этим нелегким путем, не отчаиваясь, не оглядываясь назад и по сторонам, но взирая только вперед и наверх. Пусть нас мало, пусть нас не принимают, это не важно все. Главное, что Ты любишь нас, что Ты знаешь нас, что Ты доверяешь нам. Укрепи и утверди нас на этом пути во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Любящий Господь, Отец наш Небесный, благодарим Тебя Господи. Вот и на страницах Священного Писания оставил нам Господи всю историю народа Божьего. А Ты показал, что Ты посылал всегда вестников Своих, которые обличали народ о грехах их, которые указывали бы путь на небо. И мы видим, как их не принимали. И также в это последнее время Ты посылаешь Свою весть через вестников и также их не принимают. Помоги, Господи, народу Твоему проснуться. Помоги, Господи, чтобы они увидели свои заблуждения и обратились к Тебе, к единому истинному Богу, и отвратились в свой узор от поклонения Ваалу, Троице. Помоги, Господи, народу Твоему стать Твоими вестниками, возвестить трехангельскую весть в силе Святого Духа. Излей свой поздний дождь и помоги нам совершить это служение во имя Иисуса Христа просим и за все благодарим. Аминь. Аминь. Святой и вечный Господь и Бог наш, благодарим Тебя за верное благоприятное, которое Ты нас еще учишь. Во все века у Тебя, Господи, одна церковь. Помоги, прилепиться к этой церкви и понимать, принадлежим ли мы этой церкви. Господи, дай нам дух братской любви, даруй нам в филадельфийский период, Господи, и помоги нам быть остатком верным и живым. Помоги, Господи, нести эту весть. Ты открываешь нам, ничего не скрываешь, ничего не таил. Помоги быть Твоим народом и помоги, Господи, прославить Твое Святое Имя через нас. И будь, Господи, прославлен через нас. И подкрепи нас, Господи, силою и духом Ильи. Помоги нам стать тем народом, который бы осветил всю землю. Благослови нас на этот путь. Спасибо Тебе за все. Слава Великого, имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты хранил нас на этот путь. Что Ты заботишься о нас каждый день, каждый час. Благодарим Тебе, Господи, за то, что еще идет благодатная дема, и он вернется. Сказать им с ним на темный мир, которые еще начнут стать Твоим, Господи. И Бог, им тоже готово, сделать мимо Господу. И Ты желаешь, чтобы они добили, 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 жизни вечной. Достаня нас на этом пути. Помоги Господу, потому что на стрельбе это тимы, в которых мы живем. Мы живем, которые мы были, не знающие Тебя. И благослови всех наших родственников, которые находятся в френдариях, в церквях, которые идут в учениях против, вовремя учения. Заслови им Господа, чтобы они осознали, и на какой границе они находятся, и где они могут быть послезны. Помоги Господь им, ибо там наши родные близкие, и мы Господа скорбим на международных лицах. И как им открыть весь, мы не можем открыть весь, пошли им любви, пошли на угол, с вами просьбой. Ты же знаешь, что не все они потеряны, но все они находятся за гражданами. Помоги Господи отделить верных и неверных Тебя. Слава Тебе за все, Господи. Господи, и помоги нам в этих трудах. Господи, и поверни. За все Тебя благодарим и славя. Книга Откровения, 3 глава, послание к Филадельфийской Церкви, остатку народа Божия, когда были заложены столпы основания истинной веры. И ангелу Филадельфийской Церкви напишет, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю Твои дела. Вот я отворил пред Тобой дверь, и никто не сможет затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами Твоими, и познают, что я возлюбил Тебя. И как Ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню Тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все говорят, ускоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил лица Твоего, побеждающего сделай столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит царь к вам. Аминь. Благословения Вам от Господа, с миром Божьим. До следующей субботы. Будем надеяться, что Божья милость подводит нас в следующую субботу. Собраться. Суббота. Суббота. Суббота.